Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы всегда на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы в полном составе продолжаем путешествовать, ребятки, по Армении. Кто не посмотрел предыдущие два видеоролика, как мы заезжали в Армению из Грузии, что для этого требуется, какие там платятся пошлины, цены на страховки, сим-карты, валюты и так далее, то подобное, посмотрите по ссылочке в описании, а также видеоролик с прекрасного города Гюмри. Также будет ссылочка в описании. А сегодня мы отправляемся в горы Армении, так что берем вас с собой. Вы, как всегда, ставьте лайки, пишите комментарии, поддерживайте выпуск, репостом в свои социальные сети. Для тех, кто нас хочет конкретно поддержать, здесь вы видите QR-код и номер карты, а также ссылочка есть в описании на донатик. Вот теперь погнали. Мы уже полностью собрались, все вынесли на улицу, остался только наш любимый ящик, и все, и отправляемся дальше. Говорим спасибо этой квартире и поехали. Собрались, машина укомплектована, нам нужно сегодня заправить обязательно топливо. Идеально, конечно, помыть машину, снять денежку на всякий случай. А также сегодня посетим, как она, больница, да, получается? Австрийская поликлиника, где мы хотим показать Мирошку, чтобы... Как этот правильно врач называется? Короче, чтобы она вам посмотрела, кулист, глазик. Вот. Заодно расскажем, что по страховкам, что по цене за платный прием, потому что будем обращаться именно платно. В общем, сейчас доедем, все узнаем. Денежки снял. Здесь в Армении пользуемся, естественно, картой Тиньков, Блэк, платеж, система, Мир. Обязательно себе сделайте такую карту, если у вас нету, ведь с Тиньковской картой Мир путешествия в любом случае гораздо проще, ну, по крайней мере, в Армении. Здесь эти карты принимают, ими можно как оплачивать, так и снимать. Ну, там комиссия буквально 200 рублей за снятие, то есть это, по сути, это ни о чем. Ну, а ссылочку на выпуск карты я оставлю там в описании, по моей ссылочке вы получите классный бонус, также получите пожизненное бесплатное обслуживание и кучу-кучу разных привилегий. Ну, а теперь поехали в австрийскую поликлинику. Да, Мирочка, пойдем, покажем глазик маленько, да, врачу. В общем, тут вот, если вы посмотрите, висит флаг Австрии, и, ну, все на армянском. Сейчас, надеюсь, к этому специалисту очереди не будет. Сказали вообще, я туда звонил, сказали, приходите так, ну, и как бы в регистратуре по-русски объясняют. В субботу сказали, приезжайте в любое время. В итоге сейчас приехали, позвонили медсестерей, говорит, врач вообще не здесь находится. Посоветовали нам ехать во вторую поликлинику, там тоже прием платный. Здесь вот стоимость вот этого специалиста, окулиста, стоит 7 тысяч драм, там, что считаю, недорого. И сейчас как будет во второй поликлинике, не знаю, сейчас доедем, она здесь прямо рядом тоже находится. Посмотрим там. Вот так вот выглядит вторая поликлиника здесь, в Гюмри. Слушайте, ну поликлиника внутри, конечно, это вообще ад. Я такого не видел со времен, я не знаю, когда в Чите, по-моему, жил, там куда-то ходили, там. Вот, но люди крутые. Нас вообще просто пригласили туда, там в кабинет, вот как у Лис, так у Лис посмотрел, выписали лекарства и не взяли с нас вообще, короче, деньги. Вот, ничего не попросили, дали консультацию, объяснили, что это может быть такое, и все, выписал нам лекарства. Вот сейчас идем здесь прям сразу, здесь аптека купим и поедем. Лекарства купили, теперь нужно заехать, заправить дизелек, надеюсь, здесь есть. 490 драм стоит дизель, а бензин стоит 470. Здесь, кстати, система такая же, как и в Грузии, ты деньги и кэш, и карту оплачиваешь именно заправщику, и он уже заправляет. Надеюсь, топливо будет хорошее. На 5000 драм получилось только 10,5 литров заправить. Короче, заправились, и я на самом деле подрастроился, потому что топливо, получается, здесь стоит 130 рублей. Это, блядь, как в Турции. Это просто жесть, конечно. Мне путешествовать с такими ценами на долгие расстояния, это вообще, это прям катастрофа, потому что останешься просто реально без денег. Мы сейчас двигаемся в сторону гор, там мы хотим посмотреть несколько монастырей, которые находятся в очень красивых местах, в высокогорье, а также по пути хотим заехать в город Спитак. Пока мы гуляли по Гюмри и смотрели этот город, выпуск, собственно, вы можете и посмотреть, да? Мы поднимали тему Спитакского как раз землетрясения, и Гюмри тоже было конкретно разрушено, а вот Спитак был вообще стерт просто с лица земли, и поэтому хотим, естественно, туда тоже доехать. Какие здесь красивые горы, и вот так вот кусками лес растет, пляшивые, и у нас начинается горный серпантин, поднимаемся в горы. Приглашаю вас в первый туннель в Армении. Кстати, здесь перед туннелем есть указатель, что запрещено сигналить, и еще лежит лежачий полицейский. Смотрите-ка, то есть ты сюда не заедешь, так как привыкли мы в туннели заезжать. Вот он, собственно, и есть этот город, Спитак, немножечко с такой, с небольшой вершины. Еду, в принципе, и наблюдаю, что в городе есть абсолютно все, такие кафешечки, есть автосервисы, есть строительные магазины, есть заправки, то есть, ну, все есть, в принципе, на минималках, все, что для жизни нужно. Даже гостевые дома, вон есть, густхаусы всякие. Еще с холма увидел новостройки, сейчас не знаю, если будем проезжать, покажу, как выглядит архитектура современная Спитака. Это, пожалуйста, центр города. Здесь он, типа, а-ля минимал, такие торговые центры, кафешечки достаточно стильные, интересные, ремонты всяких телефонов. Ну, вот так выглядит центр. Так. Ереван направо. Нам пока Ереван не нужен. О, смотрите, какая площадь. Красивая. Вот по левую руку мы проезжаем. Церковь Воскресенье называется. Но мы едем достаточно интересную церковь, которую, пожалуй, в жизни таких не видели, поэтому сейчас доедем. Вот она, кстати, современная архитектура. Вот эти вот новые дома построены, целые комплексы. Вот комплексы с красной крышей. Когда заезжаешь в этот город, с вершины, они смотрятся, конечно, так очень интересно. Вот, пожалуйста. Есть Вайлдберс. Я уже про это, кстати, говорил в том выпуске. Не понимаю, как подъехать мне к металлической церкви. Представляете, металлическая. Церковь сделана из металлических листов. Но здесь мы как бы заехали, получается, на кладбище и все. И дальше как-то проезда там нету. Особого желания ездить по кладбищам, искать, как проехать к церкви, конечно, нету. Но сам факт того, что церковь металлическая, из листов просто сделана. Это, конечно, вживую посмотреть, конечно, хотелось. Поэтому и доехали. У нас вот здесь вот справа город Ванадзор называется. Здесь мы стоим в пробке. А вот здесь вот слева огромный-огромный рынок автомобильный. Здесь чего только нету. автозапчасти, мотористы, ходовщики, электрики и так далее и тому подобное. Такая гаражная история. Но, мне кажется, другого ты как бы и не найдешь. Но смысл в том, что, запоминайте, если вдруг кому-то что-то нужно там подкупить на машину, то вот здесь точно можно найти все, что угодно. Кроме моей катафоты назад на багажник. Минут 40 мы потеряли в этой пробке. Там идет реконструкция моста. Конечно, трындец. Но зато теперь все. Мы свернули с трассы федеральной, так называемой, и едем чисто в горы, в горы, в горы. Примерно 150 километров мы проедем по горам и уже в следующих выпусках мы будем спускаться к озеру Сиван. Едем и таки, едем все выше, выше, выше. И баумс просто 180 градусов и вниз. Здесь, кстати, в горах проходит железная дорога. Вот только единственное, не знаю, действующая ли. И еще раз на 180 градусов, представляете? Вниз. мы сделали первую остановку. Посмотрите, в каком красивом месте. Какие здесь роскошные горы, скалы, какие-то разломы. единственное, что как всегда обращу внимание на помойку, которую устраивают люди, когда останавливаются. Ребята, пожалуйста, увозите мусор с собой. Кстати, еще хочу обратить внимание, мы ехали, я сначала не понял, это что, думаю, прикол что ли какой-то. Вот мы поднимаемся высоко в горы, но почему-то река течет в горы. Обычно с гор, а здесь в горы. Я изначально подумал, что мне показалось, потом второй участок смотрю, насенки, говорю, смотри, река, тут вверх течет. И вот сейчас мы остановились, и я реально понимаю, что он течет вверх. Так, где-то я походу что-то не догоняю. Ладно, сейчас быстренько мы кушаем, попьем чаечек, перекусим и отправляемся дальше. Берем мыло и идем все дружно мыть руки. Для тех, кто впервые попал в наш канал, у нас на крыше стоит вот такой вот бак в виде трубы, шикарно смотрится, такая миниатюрка, но влазит 25 литров, и спокойненько все дружненько моем руки. Такой вот у нас выкатной есть модуль. Посмотрите обязательно в выпуск, как я делал этот душ. Классная история, причем пока ты едешь, вода всегда нагревается, она там всегда горячая. У нас, видите, со вчерашнего вечера осталось пюрешко с подливой, с такой вкусной мясной, плюс у нас есть наивкуснейшая армянская колбаса, пацаны, пацаны, прекращайте. Сейчас мы его быстренько порежем. Сразу берешь кусок вручи, чтобы он не отсидел такой. Огромный плюс, конечно, нашей машины, то, что она большая, что у нее есть поворотные сидушки и выдвижной стол в центре, поэтому мы свой большой не выдвигали, просто вот так вот прям поели, пьем чаечек и в путь. красные скалы, посмотрите, какой отвесной камень просто болтается, река Дебед, проезжаемая, тут как раз она и называется, которая почему-то течет вообще в ту сторону. Очень странная река. Какие здесь ущелья, вот это да. А вот это вот железнодорожный туннель. Смотрите, какие красивые колонны. Видимо, здесь были какие-то заводы, но сейчас все заброшено. Ой, вот он, железнодорожный мост, еще один. Посмотрите, какие виадуки, какие арки старинные. Смотрите, как красиво. Вау. Вообще класс. А это, видимо, пешеходный, какой-то мост был. Ну, как же здесь красиво. Такое ущелье внизу, просто трындец. И такой лайтовый серпантин. но мы сейчас, походу, судя по карте, мы будем забираться вот на то высокая плата, представляете? Вон туда прям, прям туда. Посмотрите, какая там пропасть. У нас началось такое бездорожье, и там просто трындец. Здесь предупреждение, что обрыв, аккуратно, дейнджер. просто трындец. Ребят, смотрите, какая высота. Вот, а нам нужно налево от зун деревни. Здесь к проходу произошел обвал. Техника работает. Смотри, гид. Да. Видите, какая жесть там. Смотри, гид. Так, а нам налево поперли мы с вами, короче, вон туда высоко в гору. Невозможно передать, как мы высоко, ребята. Уши закладывает. Серпантин такой просто, просто трындец. Ну и там виды, конечно, вообще. Смотрите, какие виды там, и какой у нас жесткий поворот. Вообще капец. Просто трындец. мы словно летим. Охренеть. Вот это настоящая Армения. Блин, у меня аж мурашки, короче, прикиньте, как здесь красиво. Вот та плата, которую мы видели снизу, а мы теперь на нем. Прикиньте, какая тут высота. Ничего все, конечно же, мы сейчас здесь остановимся. Вот здесь стоит одна семья, и мы тоже сейчас остановимся. Дай. Ребята, мы, конечно же, остановились. Это тут просто тут такие виды, я не знаю. Блин. Вы только гляньте, что здесь творится. Я вот эту синюю бочку видел там, а тут это где-то далеко вообще снизу. Ай-яй-яй. Вот это да, вот это да. Вы только поглядите. Вот она деревня, мы ехали вон там вот снизу, представляете, вон там вот. Какая красота, прыгай. Вообще, я говорю, вот на этот камень, а так стрёмно до него идти, вы себе не представляете. Там ещё вот вид открывается, я прям уверен. Во-первых, ветер на плата конкретный и не дай бог дунет. Вот он сейчас в лицо нам бьёт, поэтому мы стоим, можно даже облокотиться на этот ветер. А если пендаль отдаст, то всё, до свидания. Ну вообще невероятно. вот они места Армении. Всё, поехали дальше? Едем дальше. Ну вот собственно мы добрались до Одзунской церкви Святой Богородицы VI века. Вы просто представляете? VI век. Где-то высоко в горах Армении на плата. Дальше обрыв. Да, эти горы выше. VI век. Как здесь классно территория тенёчки лавочки. Как здорово. Вот у них все вот эти церкви они ну так назовем это труднодоступны потому что не каждый поедет вообще сюда за рулем чтобы преодолевать эти вершины эти серпантины ну просто что-то нереально гляньте какая здесь красота. Здесь кстати стоит плакат с историей как здесь внутри красивая купили мы мороженку всем да ну-ка покажи смотрите холодный кофе есть но стоит 1200 на 300 рублей где-то в такой стаканчик я взяла самая дешевая вроде тебе помочь надо я заметила что здесь местные очень любят пить холодный кофе стаканчиках я думала сначала это типа тана ирана что-то а потом это все кофе холодный заценим что это двигаемся мы дальше называется городок в горах Алавирды вот там есть даже канатная дорога еще какой-то монастырь время у нас только 4 дня надеюсь доедем и скорее всего там уже будем искать ночевку мы доехали до города Алавирды посмотрите здесь какая вершина мы скорее всего поедем сейчас попозже на эту вершину там есть монастырский комплекс представляете здесь есть канатная дорога но я так понимаю канатная дорога не работает вон там вагончик повис также здесь есть какой-то завод бывший наверное какой-то завод который сейчас уже не функционирует и там такая заброшка но очень красиво он смотрится с той стороны сейчас обойдем и также здесь на площади есть армянская апостольская церковь по-моему так называется и здесь что-то добывают но тоже судя по внешнему виду как будто уже ничего и не добывают но завод мне кажется прям здесь конкретно что-то было здесь железодорога по которой ничего уже не ездит и канатка которая зависла там но вот на это здание очень хочется посмотреть с той стороны вот про что я им и говорил это такое красивое вообще богато архитектурное здание но оно заброшено стекла выбиты решетки на месте хотя на одном окошке и не на месте гигантские арки постройка не знаю какого года здесь видимо офис каких-то компаний находится там вот видите люди ходят но самое что интересное что здесь вот на этом фасаде написано по-армянски и по-русски дом связи здание конечно невероятное посмотрите на эту архитектуру тут словно не хватает часов знаете такая может быть ратуша какая-то была классно конечно а вот это вход на канатную дорогу сейчас дойдем я прям представляю как здесь было круто когда здесь все вот это функционировало люди поднимались туда на самый верх на этой канатной дороге а в итоге сейчас вот в таком вот все состояние грустно жалко конечно мы заехали на центральную площадь где сейчас затаримся и поедем уже на ночевку вставать хочу вам вот что рассказать прикиньте мы здесь в этом городе припарковались прям рядом возле этого офиса оператора юком который вы подключали на границе оказывается в пятницу представляете мне пришла смс что мол типа данные какие-то неправильные в случае если вы не придете не подтвердите отключат я конечно прочитал только сейчас в офисе когда уже отключили у меня связь в итоге она говорит что что-то там неправильно действительно было внесла изменения но изменения будут дольше я такой думаю блин без связи остаться это плохо давайте вторую симку прикиньте на границу мы сим-карту с безлимитным интернетом купили за 10 тысяч драм здесь она стоит 4 900 так что вот лучше сначала подключить все-таки есимку чтобы доехать до ближайшего города до того же например гюмритом или куда вы едете и уже там не на границе сделать себе сим-карту по нормальным ценам теперь у нас в стенке тоже есть сим-карта с безлимитным интернетом на держи мы короче снова поднимаемся в горы высоко посмотрите там какой вид это вот Алла-Верды а мы поднимаемся в поселок там где он в горах естественно высоко сейчас опять серпантины преодолеваем и там получается несколько храмов на одной территории вот так вот вот по такой дороге смотрите там обрыв и город а мы едем все выше и выше оу вообще вот это красота виды конечно просто обалденные но где ночевать вообще непонятно мы в такие дебри забрались вот слушайте просто капец просто капец вон тушенка ходит аккуратно вы расставляете столь стулья мирошки тапочки пожалуйста оденете мы припарковались блин у нас конечно вид ребята вообще просто какой-то нереальнейший особенно вот эти скальные вершины здесь просто какая-то пропасть мы туда сюда покатались даже кататься здесь страшно потому что очень узкая дорога здесь реально безумно красиво мы короче так вот за кусты сюда так припарковались вот но тем не менее в любом случае как будто бы в поле сюда заезжают вообще тупо нивы только ну такие подобные и мы здорово ладно наша задача сейчас быстро вот как раз постелиться пока светло все сделать ух о Мирошка смотри какой животный бьем отходи Мирошка шикарно постелились тут Настеночка готовит уже нам макароны с тушенкой дети бегают с этих горок колбаской скатываются у нас еще прекрасней сейчас будет закат ух лечка подключена короче вообще красота единственное вот если бы не вот эти металлические штуковины которые реально прям портят вид ух здесь было бы вообще круто коровки ходят видимо завтра здесь у нас разбудят коровы все друзья мои мы сейчас еще вечером посмотрим фильмочок покушаем и завтра уже непосредственно будем продолжать путешествие по Румении так что не переключайтесь покойной ночи нам пока у нас Мирошка решил топить и топить в общем пока он спит пока мы занимаемся завтраком вон мальчишки уже стол разложили посмотреть в каком прекрасном месте мы сегодня ночевали мальчишки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Куда вчера доехали, думали там за ночуем, но не получилось, потому что там вообще не та история Мы вчера сюда приехали, припарковались Здесь комплекс монастырей Здесь их несколько штук, называется Санаин Давайте сейчас погуляем здесь, посмотрим Здесь, короче, я не знаю, какой век, какая эпоха Вот, но да, очень давно И да, снизу продают всякие сувенирчики Есть прям магазинчики такие, чисто водичку купить Но опять-таки вода там 0,5-300 драм Это как бы очень-очень много Оказывается, вот эти вот постройки все, да, это наследие ЮНЕСКО Здесь стоит такой стенд, где все написано по-английски В телеграм-канале мы у себя выложим вот эту штуковину с переводом Но смысл в том, что здесь там, видимо, при поддержке музея Америка, Вашингтон, Массачусетс Вот так вот А теперь пойдемте туда входить Комплекс Санаин Здесь, значит, расположена церковь Всеспасителя Церковь Пресвятой Богородицы Часовня Святого Григория Просветителя И также есть еще библиотека Да, да, комплекс на самом деле большой Вход сюда свободный Да уж Не знаю, реставрировался, не реставрировался Ну, скорее всего, все равно подвергался какой-то реставрации Смотрите, просто стоит плита Ничего себе Надеюсь, держится крепко И вот так же можно сюда зайти вовнутрь Что мы, собственно, сейчас и делаем Ооо, жутковато Здесь вход в церковь Здесь, видимо, проходят службы Артем, туда не ходи А вот здесь вот на стенах Выглублены надписи Видите, как прикольно Ну, естественно, я не понимаю, что здесь написано Вот здесь аналогично И там тоже Там вот есть какая-то Еще дверь И проход еще куда-то Вау Мне кажется, здесь столько все начинает То ли восстанавливают, то ли что Смотрите, на вот этих огромных колоннах Тоже надписи Еще один зал, где проходят службы Уезжаем из этого городка И вот, представляете, если бы Если бы мы бы ехали Здесь вчера ночью Здесь в городе что-то прокладывают Везде открытые люки Вот такая вот плохая дорога Это дорога и не назвать Вот видите, люк открыт Вообще просто Ну, водопровод, видимо, новый строят Но тем не менее Ночью ехать трындец И вот если вы любите Или хотите отправиться в путешествие Вот так вот дикарями Где-то вставать на ночевки Да, в диких местах То я вам очень рекомендую Прям настоятельно Чтобы вы выбирали места для ночевок Пока светло Там, например, часов 5-6 И не спеша уже готовили ужин Потому что в темноте Вы будете стрессовать конкретно В городе Алаверды Мы порешали все возможные вопросы Самый главный вопрос Решить сим-картой Сим-карты решили Собственно, все данные мы исправили Теперь у нас 2 сим-карты Что, конечно, очень хорошо С полным безлимитным интернетом На месяц Теперь отправляемся дальше В город Дилижан Но об этом, друзья, будет уже в другом выпуске Так что обязательно Прямо сейчас Если не подписаны на канал Обязательно подпишитесь Ведь самое интересное Только впереди Ставьте лайки Если не поставили в самом начале Пишите комментарии Делайте репост в своей социальной сети Кто хочет конкретно нас поддержать Вот здесь оставляю Вот эту вот штуковину И также ссылку в описании Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok